Всем привет, с вами Эльдар Муртайзен, канал Mobile Review. У меня в руках, знаете, как что, где, когда, что скрывается в черной коробочке. Скрывается страшный инструмент, который я вам сейчас покажу. Вы не поверите, что это за инструмент. Штангенциркуль с экранчиком цифровым, и мы будем с вами сейчас проверять утверждение одной компании. Про маркетинг, да, когда маркетинг становится беспощадным, иногда здравый смысл отключается. И это даже не про то, что сегодня все больше и больше, ну там, с Apple все больше и больше звездочек. Но речь сегодня не про Apple, а про такую компанию как Honor, у которой вышел самый-самый тонкий раскладной аппарат. Это Honor V3. заявлена его толщина 9,2 миллиметра. Это действительно самая-самая низкая величина, которая есть сегодня на рынке. И мне хочется посмотреть, как это соответствует реальности. Насколько это соответствует реальности. И вот мы проверим. Для этого я, кстати говоря, ну, можно Mate было взять. Взял Galaxy S24 Ultra. Тут тоже есть заявленная толщина корпуса. Мы на нем потренируемся, проверим, а дальше проверим, что происходит с сонором и почему это происходит. Давайте смотреть внимательно, как это будет. Так, включаем штангенциркуль. В миллиметрах все. И сейчас я буду измерять корпус, чтобы... Ну, то есть 8,56, 57, ну, 8,6, да? Вот 8,6 у меня получилась толщина корпуса Galaxy S24 Ultra. 8,6 это та толщина, которая есть у этого аппарата. И она заявлена производителем. Большинство производителей не учитывает выпирающие камеры. Это нормально, потому что они занимают незначительную поверхность. Честно это или не честно, вопрос десятый, но рынок устроен таким образом. Я снял пленку с экрана. Я снял... Еще не снял, но сейчас сниму чехол с этого аппарата. Так, я снял чехол. Вот у меня зелененький, прекрасный V3. Здесь блямба камеры, она, конечно же, выступает. Она не просто выступает, а выступает... У нас получается, вот вы видите, почти полтора сантиметра. Это то, что у нас получается с точки зрения вот этой части корпуса. Она выступает. Но нам обещали, что корпус 9,2 миллиметра. Он действительно тонкий во всех смыслах. И если посмотреть с тем же 8,6, вы видите, что он больше, но не так, чтобы кардинально. И это очень крутое достижение. Во всех смыслах я считаю, что Honor делает такая важная оговорка, правильная вещь. Ну вот, то, чего я могу добиться, это 9,7 миллиметра. Но не 9,2. Вот если даже уж совсем сжать, что неправильно. В общем, 9,6 примерно миллиметра у нас корпус. Мало это? Да, это мало. Но это не 9,2. И тут возникает вопрос, где же измерили 9,2 миллиметра, чтобы получить те самые космические результаты. Давайте посмотрим внешне, где мы будем измерять. Тут шарнир, но это неправильно, потому что нам же надо измерить корпус. У корпуса экран имеет закругление. Это самая тонкая его часть. Но эта часть не занимает даже 1% от экрана. Давайте попробуем измерить на кончике именно там, где есть закругление. Пытаюсь. Это достаточно тяжело сделать, потому что закругление. Вау! У меня просто соскакивает штангенциркуль. Сейчас попробуем еще раз. И так. Вот тут у нас все еще 9,5. Ну вот где-то вот здесь. Знаете, вот так я попробую придержать его. Соскальзывает. Ну вот 9,2. Где-то вот здесь. То есть это внешний край. Если вот здесь брать, то на самом углу это будет даже меньше 9 миллиметров. Измеряется вот этот край. Вот где-то здесь. Там действительно есть 9,2. Но вот в этой толщине 9,2 нету. 9,7, 9,8 примерно вот так. Ну что могу сказать. Маркетинг должен давать нам какие-то числа, которые не проверяют, как правило, вообще никак. Вес, размер. Обычно большая часть людей, кто занимается обзорами. Хотя подобные штуки стоят недорого. И измерить... Давайте сделаем по-другому, да. Я сейчас поставлю 9,2. Измерить не составит труда вообще. Вот. 9,21. Ну вот. Собственно говоря, вот 9,2, где мы можем измерить. Это внешняя сторона корпуса. Это внешняя сторона корпуса, где идет изгиб. Но не более того. То есть, внутрь мы не попадаем, потому что там расстояние 9,6. Маркетинг, да, маркетинг. Нужно ли про это говорить? Мне кажется, нужно. Потому что забывается предыстория, забывается что-то. И дальше вот эти 9,2 миллиметра будут сохраняться в веках, что, на мой взгляд, не очень правильно. На этом все. Удачи и хорошего настроения. Пока. Вдруг 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 Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...